Это хураны, 18 веком датируются. Большой хуран, изданный в Стамбуле, в среднем. И вот самый маленький хуран, нательный хуран. Он здесь представлен со своей шкатулочкой, инкрустированный, с драгоценными камнями. Ну, такие хураны, в общем, носили всегда на теле. Это как оберег, как талисман. На хуранах никогда не ставится дата. Предположительно, по бумаге, по чернилам. Это 19 век, 1800-е годы. Это бесценные рукописи из фонда Центральной научной библиотеки Галымор Дасы. В преддверии 25-летия Дня независимости Казахстана в Астане проходит выставка редких книг. Рукопись Хандар Шижреса. Датируется он 18 веком. Значит, имеет длину 3 метра, ширину 45 сантиметров. Здесь представлены три периода ханства. От Адама до пророка Мухаммеда. Вот этот вот участок, он вот таким образом делится. Средний период – это персидские шахи и арабские халифаты. И следующий период – это охватывает тюрко-монгольский период ханов. Заканчивается эта рукопись Чингисхана. Каждый кружочек – вот это вот хан. И рядом описание того периода, вот чем знаменателен был этот хан. Рукопись написана на бумаге. Она приклеена к тонкой матерчистой ткани для того, чтобы сохранить саму бумагу. Значит, заранее это было продумано. В фонде редких книг свыше 200 тысяч экземпляров, говорят сотрудники. Здесь хранятся не только рукописи, но и первые печатные книги. Фонд был организован академиком Канышем Сапаевым почти 60 лет назад. Редкий фонд формировался путем сбора резервных, обменных фондов крупнейших библиотек Москвы, Ленинграда. Приобретались у частных лиц, передавались в дар из личных библиотек ученых. Сегодня Аглумордосы является одним из крупнейших хранилищ ценных книг и рукописей. В Мазахстане, где главная цель – это сохранение и пополнение фондов как важного элемента национального культурного наследия страны. На выставке представлена лишь малая часть имеющихся в фонде книг. Фолианты крайне редко достают из архивов. Этим экземпляром может навредить даже солнечный свет. Все материалы содержат в специальном хранилище с усиленной охранной системой. Это недоступное место, там только библиотекарь работает. И плюс к этому температурно-влажностный режим, который сохраняется, в общем-то, за этим следится. Каждый день снимаем температуру воздуха. Это должно, тепла там не должно быть, света там не должно быть, прямого солнечных лучей. И, в общем-то, каждый раритет хранится в отдельной коробке. Такие редкие книги с каждым годом становятся все более ценными и более хрупкими. И многие стараются не упустить возможность увидеть редкие фолианты вживую. Я являюсь студентом кафедры ядерной физики. И на этой выставке меня удивила оригинал книги «Универсальная арифметика» авторства Леонардо Эйвера. Его теоремы и формулы используются в науке и математике и физике по сей день. А также меня крайне поразила сохранность экземпляра первого учебника по арифметике, инженерии и кораблестроению. Эти фонды считаются особенными, ведь здесь собраны важные исторические источники. Для историков эта информация бесценна и является хорошей помощью. И люди того времени, введя эти документы, проделали колоссальную работу. Такие материалы однозначно нужно показывать, ведь это наша история, история казахов. Документы эти нельзя скрывать, и экспозиции редких книг и документов на таких выставках – это особое событие. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok И теперь электронные версии редких книг доступны на сайте библиотеки всем желающим.